Приветствую вас и слава Украине! Героям слава! Ну что ж, начинать будем с событий на Ближнем Востоке и тех оценок, которые уже прозвучали. Вот в частности, агентство НЕХТа цитирует полковника британской армии в отставке Ричарда Кэмпа. Он говорит, что рука, которая вела атаку Хамас, находится в Москве. Цитата. Не желая вступать в борьбу невосредственно с НАТО, вместо этого Путин разжигает конфликт между Азербайджаном и Арменией, Сербией и Косово, в Западной Африке, ну а теперь в Израиле. Говорит Кэмп. Конец цитаты. Как вы вот относитесь к такой оценке? Я думаю, что полковник британской армии, правильно? Да. Я думаю, что он недоговаривает, потому что я здесь вижу не только Россию за этой войной новой. Я, честно говоря, здесь вижу Россию. То есть это тот трио, это Россия, Иран и Турция. Да, и нужен был второй фронт для России, чтобы и, кстати, не случайно, все-таки, я думаю, что это не, поскольку Путин любит сигналы, какие-то знаки, числа, то здесь надо тоже точно понимать, что так же это относится, то есть это началось в день его рождения. Так что здесь надо понимать, что очень сильное влияние на Хамас имеет не только Москва, но и Иран, если не сказать, что влияние там побольше. И, честно говоря, мы понимаем, что Иран, Россия, Турция не успокаиваются, и все-таки им надо воплотить в жизнь формат 3 плюс 3. И, кстати, очень странно, что, несмотря на то, что Баку так пытается показать, что она поддерживает Израиль, и вот здание их, одно из красивых зданий в Баку было окрашено израильскими цветами, но мы понимаем, что так же в Турции настроения про-хамасовские, то есть в Турции вышли на улицу, а Азербайджан и Турция в этом вопросе у них интересы одни и те же. И вот очень интересно, что перед этим нападением, вот как же перед нападением на Украину, Россия, то есть Турция, Россия, Азербайджан были союзниками, и Азербайджан также без согласия Турции не мог подписать союзнический договор с Россией, также и сейчас перед нападением Алиев заявил, что он приглашает встречу в формате 3 плюс 3. Это было два дня назад. Он имитирует встречу в формате 3 плюс 3. Знаете, что это означает? Это означает то, что Баку пытается вытеснить США и Запад из региона, потому что мы, вы помните, если я ошибаюсь, мы об этом и говорили вместе, что формат 3 плюс 3, он против Запада, и он рассчитан на то, что в тех регионах, где имеют влияние Россия, Турция и Иран, Запад не должен вмешиваться, и все вопросы, касающиеся этих трех стран, должны решаться вместе, без участия внешних сил. И вот очень интересная ситуация, что сейчас мы понимаем, что если сам Хамас, он из себя ничего не представляет. И вы уже видели, что Хезбалла заявила, что если израильские войска проведут операцию по зачистке, и зайдут в газы, то Хезбалла может начать войну с Израилем. Мы знаем, что силы Хезбалла и возможности Хезбалла намного-намного больше, чем у Хамаса. И что интересно, мы же понимаем, что Хамас же понимает, что со своей 20 тысяч какой-то армией он не может ничего сделать с до зубов вооруженной израильской армией. Цахал просто сейчас вынесет все это из своей территории и начнет чистить сектор газа. Так что здесь надо понимать, что здесь угроза побольше, и притом Нетаньяху заявил, уже предупредил, что войны действуют надолго. Это тоже очень интересный момент. Здесь... А это, я прошу прощения, Арман, когда Нетаньяху говорит о том, что война надолго, это сигнал кому в первую очередь? Нетаньяху сигнал передают в США. Я не думаю, что... США сейчас экстренно пакет помощи Израилю принимает. Да, на 8 миллиардов. Вольфу, да. Но я не думаю, что США сейчас выгодна долгосрочная война в этом вопросе, потому что если война затянется, получится, что в каком-то смысле иран, Турция и Россия добились, то есть отвлекли внимание США и союзников от войны в Украине, что сейчас никак нельзя сделать, понимаете, то есть сейчас Нетаньяху, воспользовавшись моментом, он будет решать свои вопросы. То есть он зачистит газы, он даже может сделать какие-то специальные операции. Вот у них уже была заготовка, да, они уже вот... Железные мечи, как называлось, они уже заявили операцию своей армии Цахала против вот этих боевиков. И еще, давайте я почему-то еще одну интересную вещь скажу, почему это выгодно было также Турции. Кстати, и по реакции Турции, там митинги в поддержку Хасбалах, вы знаете, Хамаса, вы знаете. Вот здесь очень интересный момент. Вы помните, когда в Индии был США и партнеры договорились, то есть Индия договорились насчет короткой дороги через... вот проект назывался Мумбаи-Дубай. Вот этот проект, он был тоже, он обходил Турцию, вот эта короткая дорога, то есть одна из вариантов логистических путей, соединяющих Восток и Запад. И вот вы помните, что Турция оказалась за бортом, и это был сигнал Турции, то, что она себя неправильно ведет. И вы знаете, что после этого Турция разразилась, там была недовольна, высказала свои, свое недовольство, Эртоган возмутился и так далее. И вот сейчас вот так же вот это, это очень невыгодно, потому что Турция сказала, что невозможно обойти Турцию в вопросе, то есть логистических путей, в вопросе связывания Запада с Востоком. Так что здесь очень важно понимать, вот здесь очень большая игра идет, на кону очень многое. И я думаю, что все-таки здесь, я не уверен, что все-таки израильская разведка не знала. Я все-таки не уверен в этом, потому что это очень сомнительная история, когда несколько обезьян с какими-то, с какими-то, не знаю, автоматами, калашниками, пикапами, огромная араба несется, то есть разбивая какие-то заграждения тракторами, или там, не знаю, какой-то сельскохозяйственной или другой техникой, и об этом целый МОСАД ничего не знает. Это тоже очень сомнительная история. Ладно, МОСАД не знает, но там же не только МОСАД работает, там же и МИШЭС работает, там же и ЦРУ работает. Почему-то я не верю. Я не верю, что они не знали. Ну что ж, будем следить за развитием событий. Действительно, ближайшая там неделя, она может кое-что в этом прояснить, в частности, почему вот, да, там, разведслужбы не могли это предугадать. А теперь этой ситуации, да, и о внутренней политике сейчас в Соединенных Штатах Америки, потому что мы понимаем, что идет сейчас такая ожесточенная борьба политическая. Так вот, насколько эта ситуация, которая сейчас на Ближнем Востоке, может ослабить республиканскую партию, потому что вот эти вот идеи изоляционизма, да, и к чему они приводят, сейчас налицо. И насколько республиканцы, да, и в частности, Крылова, трампистов, мага, они могут сейчас электорально потерять. Ну, вы знаете, что вообще отношения не Танягу с демократами и с Байденом не очень-то такие-то, нельзя назвать их превосходными. И наоборот, вот вы знаете, что Трамп, он пытался, пытался учитывать также очень сильное еврейское лобби в США, он пытался такие, даже популистические такие планы строить в отношении Израиля. Вы помните, когда, если я не ошибаюсь, поместь не изменится, именно во время Трампа США согласились, что посольство США из Тель-Авива будет переведено в Иерусалим. Да, да. И вот здесь, вы знаете, вот очень интересно, что вот в Израиле больше надеялись на республиканскую партию. То, что сейчас происходит, я не... Да, там Трамп сейчас попытается... Он придумает что-то, чтобы обнести демократов. Я в этом просто уверен, да. Политика сейчас цитирует Пенса, который, собственно говоря, вот эту вот политику изоляционизма Трампа просто в пух и прах разнес, учитывая, да, ситуацию на Ближнем Востоке. Поэтому в Украине как раз получают сейчас демократы. Я вот об этом... Я иду к этому пости, потому что он что-то придумает, да. И не случайно, что я сказал, что я сомневаюсь, что долгосрочная война будет выгодна на данном этапе США, потому что здесь надо, чтобы силы... Смотрите, это уже третий фронт. Это уже третий фронт, потому что, первое, это Украина, второй, это Южно-Кавказский фронт, и третий уже открывается, несмотря на то, что... Ну, если и по времени засчитать, да, и так получается. Так, смотрите, сейчас казалось, что уже все-таки нету ничего такого, чтобы между Арменией и Азербайджаном не был подписан вы договор. Да, и сейчас США очень сильные усилия прилагают, чтобы вот не допустить эскалации в Южном Кавказе. И сейчас, вот видите, открывается израильский фронт. И сейчас здесь вопрос в чем? Смотрите, у еврейского лобби сейчас будет стоять выбор. Если Конгресс не будет финансировать, не проголосует за бюджет, потому что этот бюджет бред мне 45-дневный, не проголосует за помощь Украине, тогда внешняя политика США будет скована, и США не могут вести свободную внешнюю политику, учитывая вот те риски сейчас, которые есть. И вот сейчас вот эта ситуация по сути республиканские станут предателями Родины, предателями интереса Родины. Насколько Трампу удастся придумать что-то, чтобы разъяснить, почему они не делают этого, вот я сомневаюсь. Но то, что вот эта война, эта начавшаяся эскалация должна по логике привести к тому, что сейчас быстро утвердят бюджет и для Украины, вот те 100 миллионов, о котором уже говорится в довольно-таки серьезных изданиях, что Байден готовит один большой пакет для Украины на 100 миллиардов долларов. И бюджет он быстро утвердит, потому что от этого будут страдать также военное промышленность, а сейчас вы знаете, что там очень большие заказы идут, и учитывая, что сейчас для Израиля надо будет быстро изготавливать вооружение, то я в этом вопросе обтимюсь, что сейчас Америка должна сделать все, Конгресс должен сделать все, чтобы бюджет на следующий год был утвержден. И здесь вы знаете, вот надежда на то, что вот сейчас рейганисты республиканской партии все-таки возьмутся за ум и не будут ложиться, и не будут идти вот за этими бредовыми идеями Трампа, боясь потерять место в республиканской партии, или боясь потерять авторитет или должность, я очень надеюсь, что все-таки то большинство республиканской партии, где все-таки понимают все эти риски, здесь здравый смысл, здравый смысл возобладает. Армен, ну смотрите, ведь на следующей неделе фактически начинается процесс выбрания спикера палаты представителей, и собственно говоря, от этого дальнейший законодательный процесс утверждения бюджета, утверждения новых пакетов помощи будет напрямую зависеть. Мы помним с какими трудностями с 15-й попытки все-таки назначили Кевина Маккарти в свое время спикером, насколько вот эта борьба, которая начнется с 10-го октября может быть еще более продолжительной, чем в предыдущий раз, насколько это может заблокировать действительно весь законодательный процесс, или учитывая вот эти международные внешние вызовы, все-таки этот процесс будет быстрым, и законотворческая деятельность в Соединенных Штатах Америки не будет парализована. Смотрите, сейчас очень хороший момент для демократов и республиканцев, чтобы вместе решить вопрос спикера. Почему? Потому что мы знаем, что сейчас два основных кандидата, один, который трампист, он ярый трампист, другой тоже, другой тоже как бы симпатизирует Трампу, но он довольно-таки как бы серьезный политик, то есть с ним можно как-нибудь договориться, смотря кого изберут, может быть даже демократы настаивают на своей кандидатуре, не исключаю, что может быть демократическую какую-то кандидатуру выдвинут, но сейчас очень хороший момент, чтобы демократы и республиканцы заявили, что учитывая, что ситуация такая напряженная, они вместе обошли бы все эти препятствия, которые устраивают вот эти несколько человек из группировки МАГО, то есть вот та большинство республиканской партии, которые тоже не прочь утверждить помощь Украине, вот они вместе, учитывая ситуацию, все-таки смогли договориться насчет спикера при поддержке демократической партии, чтобы могли бы обойти вот шантаж этой МАГОвской группировки. Я очень надеюсь, что сейчас я уверен, что сейчас идут переговоры, внутри республиканской партии, и демократы не будут вмешиваться, по крайней мере, до той поры, пока они увидят, что они республиканцы не могут решить, кого же все-таки избрать спикера. Вот после первых максимум двух попыток я думаю, что здесь должны начаться какие-то переговоры. Если с первых двух попыток все-таки не договорятся насчет спикера. Должны начаться какие-то переговоры, я думаю, между демократами и республиканцами, чтобы все-таки в этот трудный момент для Ближнего Востока, для Южного Кавказа, для Украины, для внешних интересов США все-таки смогли обойти вот этот шантаж нескольких экстремистов, которых так называет Джо Байден, а они реальные экстремисты по своей сути, любители Путина. И так что я думаю, что все-таки 15 попыток не будет в это сложное время. Я очень надеюсь, после первых двух попыток, если не смогут избраться, думаю, какие-то процессы все-таки должны закулисно идти между республиканцами и демократами. Ну, а фавориты на этот момент уже известны, и насколько, собственно говоря, вот этих вот фаворитов последние события на Ближнем Востоке могут поменять, потому что там какие-то ярые прям трамписты были. Вы знаете, сейчас какая-то такая, можно сказать, тишина, они как раз же был отпущен вот для не для того, чтобы они не шумели сейчас в это время, а чтобы пошли и внутри себя решили. Я думаю, вот через два дня уже станет известно, потому что сейчас даже официальных кандидатур, мы это все предполагаем, нет выдвинутых официальных кандидатур, нет. То есть они должны объявить о каких-то кандидатурах, а после этого уже мы увидим, кто фаворит и кто не фаворит, уже поймем, уже и пресса будет об этом говорить. То есть на данный момент сейчас республиканцы внутри себя решают просто сейчас кого выдвинуть. Вот в чем вопрос. Так что сейчас говорить о фаворитах. Смотрите, а история с Трампом, которая обсуждалась на этой неделе, что он якобы может, потом не может, потом может быть даже временно на какой-то период, она в принципе на нее уже точка поставлена? Или еще это, знаете, может возродиться на следующей неделе? я не юрист, но там две версии, одна по другой версии может, по другой версии не может, потому что на него возведены уголовные дела. А спектр по Трампу парламента не может избираться, если на данный момент на него заведены уголовные дела. так что здесь две версии, но как точно вы сказали, то говорят может, то говорят не может, так что, но все-таки почему-то мне кажется, что Трамп, у него президентские амбиции и сейчас на данный момент спикеры он не пойдет, ему будет выгоднее все-таки протолкнуть своего человека. А президентские амбиции это действительно серьезно? Очень. но учитывая тот массив уголовных дел, он действительно имеет поддержку сейчас? Это уникально, к сожалению, я просто, знаете, это очень трудно объяснить, это очень трудно объяснить, у него сумасшедшая поддержка, у него сумасшедшая поддержка. Есть же какое-то логическое объяснение, почему так происходит? Не понимаю, ну, вы знаете, в этом вопросе, вот он популист, он рассчитывает на вот радикально настроенных людей, да, которые устали от эмиграции, устали от талитрансности демократов насчет вот сексуальных меньшинств, не знаю, вот они все-таки вот манипулируют этим, играют на этом, на экономике, потому потому что сейчас экономика вот инфляция большая, да, но инфляция везде, но люди устают, а все время на безоколовки цены, растут очень большие цены, инфляция очень серьезно большая, да, вот жизнь не улучшается, вот вот это естественно, а углубляться во внешней политике, в интересах США, вы же понимаете, не каждый хочет, и не каждый может, то есть большинство людей, они реально смотрят на свои карманы, хотят понять, как сегодня им живется, как завтра будет, что они могут купить, что они не могут купить, то есть вот такая ситуация, так что вот он, у него своя вот эта масса, да, люди, которые, да, особенно те слои населения, у которых начиняют с среднего бизнеса и до больших, то есть они не хотят платить, потому что вы знаете, что республиканцы поднимают, они налоги, да, особенно тех, у которых большие, большие, большой товар оборот, или большие бизнеса и так далее, то есть республиканцы поднимают, демократы поднимают этот налог, а Трамп пришел и вы знаете, что вот понизил налог для всех бизнесменов, и некоторые не хотят платить вот эти таксы, некоторые из-за возраста Байдена, несмотря на то, что Трамп тоже не молодой, но он все-таки поэнергичнее и так далее, очень многие людей из-за миграции, да, из-за из-за юга, но сейчас вот последние дни мы видим, что Байден решил все-таки продолжать строительство той стены, которая до границы с Мексикой, так что объяснений очень много, и потом вы знаете, что Трамп он феерический популист, он очень сильный спикер, он как бы у него то есть он харизматичен, и он, я говорю, он просто феерический популист. И все-таки это еще работает у американского избирателя. Да. Ну что ж, будем следить за развитием событий. Армен, благодарю вас за детальный анализ, за детальный обзор, за интересную беседу, как всегда вас рады видеть на канале сейчас. Армен Чебухчан, историк и политичный глядач из США, был разом с нами в этой период. Радиционно наших глядачей закликает поддерживать этот стрим своим лайком, коментарем, ну и, безумовно, подписывайтесь на канал сейчас. Ценуем зворотный связок с каждым из вас. и, подожжим